каждый год в начале мая я стараюсь ездить полюбоваться цветущими воронками или как их называют в других местностях воронцами а по-научному пионами тонколистами всего каких-то 20 километров ходу на автомобиле и вот уже знакомая балка надо сказать что этот цветок произрастает некоторых областях центрального черноземья а также в ульяновской куйбышевской и саратовской областях на юге ростовской области в краснодарском крае на кавказе и даже в странах среди темноморья а в нашей воронецкой области пион встречается в центральных и южных районах цветы такие красивые что стали украшением кербов и флагов некоторых районов городов и сел балка довольно широкая с немногочисленными деревьями и кустарниками в нижней части здесь много полевых птиц луней трясогузок уже нашедших место для гнезд красиво правда сюда много приезжает народу полюбоваться этим восхитительным местом молодежи достаточно сделать несколько снимков на смартфоны и они довольны другое дело люди старшего поколения чуть ли не каждая дама считает своим долгом нарвать охапку цветов вот и на этот раз две особы о чем-то переговаривая свалит цветы не стал я их снимать чтобы не портить кофе в балке произрастает много других интересных растений карликовые рисы горит светы или адонисы волжские и весенние много миндаля низкого а с сухой травой переплелся барвинок травянистый и здесь же возвышается катран татарский есть даже немногочисленные тюльпаны шренка а это сморчки прячутся чтобы никто не нашел пионы с осторожностью используется медицине так как они токсичны цветы привлекают многочисленных насекомых в основном бронзовок и перепончатокрылок а глинистый шмель так приморился что решил здесь заночевать и охраняется это богатство неутомимые стражники сурки байбаки долиной счастья и любви зовут то место средь полей степные стражи ковыли встречают только лишь друзей не рвите милым не дарите пионы красные мои сюда вы лучше их водите в долину счастья и любви воронцы воронцы может наши отцы приводили сюда милых мам Субтитры подогнал «Симон»